Всем привет! Вы снова на канале Хоккейс Высока. Во-первых, хочу всех поблагодарить, кто подписан, тех, кто подпишется, потому что у меня на канале первый небольшой юбилей, тысяча подписчиков. Действительно, как я уже в своем телеграм-канале писал, когда я все это начинал, думал, что будет подписчиков 20-30, и я благополучно на все забью. Но, тем не менее, это развивается, может, не такими большими шагами, как мне бы того хотелось, но мне кажется, что отметка действительно крутая, поэтому еще раз всем спасибо. Сегодняшняя тема, я ее уже когда-то анонсировал, это хоккейные стаканы. С одной стороны, многие не забивают себе голову тем, какие стаканы у них стоят все-таки на коньках, потому что большинство людей просто приходит в магазин, покупает коньки, там стоят какие-то родные стаканы, в зависимости от той фирмы коньки, которую вы купили. Ну и, в общем, забывают про это дело, это действительно такой технический момент больше. Будет он интересен для тех, кто действительно хочет в тему погрузиться. Потому что у ведущих производителей действительно есть, как бы, свои нюансы, там в каждом стакане есть свои плюсы, есть свои минусы. Я, допустим, когда выбирал новые коньки, хотел действительно изучить этот вопрос, потому что, ну, потому что можно лохануться, банально. Я, например, довольно четкие примеры видел людей, которые там катались энное количество лет в коньках Bauer на стакане Tuk Lightspeed 2, вы все помните этот стакан, так называемый, с болтом. Потом они купили какую-то новую модель Bauer и удивлялись, почему старые лезвия не подходят к новому стакану. Ну, как бы, звучит это тупо, и я считаю, что это тупо, но, тем не менее, если такие примеры есть, то есть и люди, которые эти примеры олицетворяют. Ну, бывают такие забавные случаи. Сегодня же речь немного не о том, я хочу рассказать индивидуально о топовом стакане каждой хоккейной фирмы, то есть это Bauer, CCM, это будет True. Расскажу немножко про стаканы Mars Blade, хотя я про них рассказывал в видео, можно тоже посмотреть на моем канале. Сравню по некоторым характеристикам эти стаканы, ну, и приду к какому-нибудь такому общему выводу в конце видео. Я надеюсь, что это видео будет полезным. А пока можно поставить спокойно ему лайк, подписаться на мой канал, пойдем ко второй тысяче, а может быть, сразу и к третьей. Ну, и по традиции погнали! Итак, первая компания, это компания Bauer, конечно. Ну, давайте здесь на чистоту говорить. Bauer — это лидер рынка, по-моему, по всем компонентам хоккейной экипировки, какие бы мы ни рассматривали, тем более уж по конькам. Коньки Bauer — это коньки номер один в НХЛ, в КХЛ. По любителям, мне кажется, это коньки номер один, потому что люди знают, что если нужно купить какие-то хоккейные коньки, даже те, кто хоккеем не увлекается, сразу вспоминают про компанию Bauer. У компании Bauer в разное время были разные виды стаканов, но я сегодня не хочу совсем углубляться в историю. Были стаканы под болт, это Tuk Lightspeed 2. Я еще застал эти стаканы, покатался на них, у них были свои косячки. Но учитывая то, что сегодня в новых изделиях такие стаканы уже как бы не идут, не думаю то, что вообще есть какой-либо смысл про них вспоминать. Да и найти их сложновато, поэтому не ищите просто. Сегодня же у компании Bauer есть два вида стаканов. Если мы, конечно, говорим про коньки полевого игрока, понятное дело, но вратарские мы сегодня и не рассматриваем. Это Tuk Lightspeed Edge, тот самый знаменитый стакан с курком. Но есть такой стакан под названием Lightspeed Pro, про него я тоже не буду вспоминать. Это, скажем так, самое дешевое решение, которое есть практически у каждого производителя. Это пластиковый стакан в спае с лезвием. То есть лезвия там несъемные и, соответственно, лезвия там довольно хренового качества. Поэтому, ну это совсем такая любительская продукция. Я бы даже сказал, больше не для хоккея, а там для каких-то прогулочных занятий на коньках. Поэтому мы рассматриваем всего один стакан. Это стакан Lightspeed Edge. Почему он называется с курком? Ну, очевидно, потому что там есть курок. А почему его зовут Хрен Попадёшь? Да, потому что в него Хрен Попадёшь, Ави. Быстросъемная конструкция, которая позволяет поменять лезвие там за несколько секунд. Именно компания Bauer в свое время, мне кажется, первой и предложила эту конструкцию в плане быстросъема. Не в плане съема, а именно быстросъема. Потому что, конечно, были множественные решения, как и от самих Bauer. Но все-таки придется немного вспомнить про стакан с болтом, так сказать. В пятке конька было отверстие, где отверткой с таким длинным носиком нужно было доставать, откручивать там болт. И, в принципе, это лезвие спокойно выходило из стакана. В связи с этим, если часто этим пользуется, лезвие в стакане немного люфтило. Ну, короче говоря, были там свои болячки. Компания Bauer. Возьму конек в руки. Это Bauer 1X 2015 года, с которых я пересел как раз на тружки. Здесь стандартно вот этот стакан и применен. В чем же фишка данной технологии? Вам не нужен никакой инструмент для того, чтобы лезвие на стакане заменить. То есть, этот курок, он отвечает и за фиксацию лезвия в стакане, он отвечает и, так скажем, за дефиксацию. Я не буду много рассказывать и в цифрах про геометрию стаканов. Я не буду рассказывать про вес стаканов. Потому что более-менее у топовых производителей стаканы весят там с разницей в 10, там 15, может 20 граммов. И поверьте, уж на ногах вы это никак не почувствуете. Единственные стаканы, которые на ногах чувствуются, это стаканы Mars Blade первого поколения. Потому что они были сделаны из карбона и они были вот реально тяжелые. То есть, если бы вы коньки с такими стаканами надели на ноги, вы бы сразу поняли, что это Mars Blade. Ну, действительно, вес они прибавляют. Обычный литой пластик, заклепанные они абсолютно стандартным образом в подошве конька. Поэтому здесь ничего лишнего я говорить не буду. Пожалуй, я сразу расскажу о плюсах этого стакана. Плюс, конечно, это быстросъемная технология лезвий. Отжимаем стакан, вытаскиваем лезвие, все готово. Стакан можно там промыть, просушить, чтобы там не скапливалась различная пыль, грязь. И все прекрасно. Ну, по сути, это самый главный плюс. Не могу сказать, что стакан какой-то ломкий. У меня стаканы Light Speed Edge никогда не ломались. Были они на нескольких коньках и все было прекрасно. Некоторые люди говорят, что стаканы ломаются. Я именно сейчас говорю про пластик. Поэтому, ну, как-то у меня этого не бывало. Любой стакан может сломаться. Я не могу сказать, что там конкретно какой-то стакан будет более стойкий, чем другой. Кроме стаканов компании Graph, потому что их используют, допустим, множественные игроки в хоккей с мячом. Учитывая то, что они играют при минусовых температурах на открытых площадках, стаканы выдерживают. Но, опять же, им не попадают стаканы шайбы. Поэтому, ну, немножко это субъективно, на мой взгляд. Поэтому не берусь здесь совсем однозначно судить. Первый плюс, как я уже и сказал, это быстросъем с помощью курка. Второй большой плюс, на мой взгляд, это огромный арсенал лезвий, которые к этому стакану подойдут. Учитывая, что стакан самый популярный и самый массовый. Различные производители лезвий, учитывая то, что там нет того самого американского патента именно на этот стакан, на это крепление. Клепают различные железки. Были там юридические разбирательства из компании Step и с другими компаниями. Вроде как это все утряслось. Сегодня на данный стакан можно купить лезвия абсолютно в любом ценовом диапазоне. Это от российских лезвий за 3-4 тысячи рублей до бутиковых лезвий стоимостью по 15-20 тысяч. Любые подойдут. Но здесь, как говорится, есть нюанс. Сейчас я в руках держу мои коньки. Здесь стоят лезвия Ramon Edge. Тот, кто сталкивался с такими проблемами, сейчас поймут, к чему я клоню. Лезвия обладают различной толщиной. То есть стандартная толщина, если мне не изменяет память, это 3 миллиметра или 2,9 миллиметра. Не суть даже, как важно. У Ramon Edge толщина увеличена. Это 3,1 миллиметра. Ну и какая из этого сразу следует проблема? Когда вы пытаетесь загнать лезвие в стакан, оно туда не влезает. То есть оно в конечном итоге, конечно, туда влезет. Но вам придется затратить определенное количество усилий, чтобы его туда все-таки запихнуть. Сейчас, допустим, я не смогу продемонстрировать крутую быстросъемную технологию, потому что лезвие я быстро снять не смогу. Я даже специально взял пассатижи, потому что, опять же, отжал курок, пытаюсь вытащить лезвие. Я чувствую, что оно идет, но у меня вот соскальзывает рука, я не могу его вытащить. То есть быстро сделать это не получится. Причем стакан работает адекватно, никаких проблем здесь нет. Поэтому я беру просто пассатижи, отжимаю курок и достаю лезвие из стакана. Вот оно уже немного пошло, тут уже рукой как бы можно это добить. Лезвие вытащилось, в общем, без проблем. Никаких тут сломов, надломов нет. С лезвием все в порядке, со стаканом все в порядке. Но, опять же, мне пришлось применить силу, мне пришлось применить инструмент, потому что лезвие Романадж, как я уже и сказал, толще. Небольшой лайфхак для людей, которые столкнулись с такой проблемой, не только с лезвиями Романадж, есть другие толстые лезвия. Когда вы понимаете то, что вы купили лезвие, которые без проблем не лезут в этот стакан, применяем обычные правила физики. При охлаждении с материалом становится что? Молекулы, которые составляют этот материал, пытаются друг к другу потеснее, скажем так, приткнуться. То есть материал в объеме становится меньше. Лезвие мы кладем на 15 минут в морозилку. Стакан мы, наоборот, непосредственно перед установкой лезвия нагреваем, потому что при нагревании молекулы в расстоянии между друг другом увеличиваются. Соответственно, здесь материал становится более податливым, но это расстояние в теории немножко как бы увеличивается. Мы ставим это лезвие. Устанавливается оно довольно просто. Здесь сразу по креплением понятно, где у нас зад, где перед. Мы немножко утапливаем перед. Видим то, что оно прошло в стакан. А как бы пятку мы уже загоняем, чтобы вот это крепление, которое находится на пятке, уже непосредственно встало в механизм и встало оно там надежно. Но сейчас, опять же, учитывая, что это лезвие Романэш, я не смогу его там вставить. Может, смогу, конечно. Не, я смог его вставить. В принципе, все прошло более-менее неплохо. Но это, опять же, связано с тем, что я уже много раз с этим стаканом так делал. И он подразносился, понятное дело. И это уже не стало какой-то суперской проблемой. Но, учитывая, если вы ставите лезвие в новый стакан, такие проблемы у вас, несомненно, будут. Кстати, у Романа Эдши есть даже инструкция на своем сайте, как орудовать, собственно, киянкой, как орудовать морозилкой, как орудовать строительным феном. Киянка здесь будет важна для того, чтобы финишно подогнать лезвие в стакане. Вот, допустим, у меня курок не совсем отскочил в начальное положение. Вообще, неплохо бы пятку немножко киянкой подбить, чтобы лезвие встало окончательно. Если киянки у вас нет, не вздумайте, конечно, бить молотком. Можно просто установить лезвие до такой кондиции, надеть конек на ногу и встать в чехлах на пол просто полным весом на лезвие. Оно также встанет в стакан. Поэтому здесь супер проблем, конечно, нет. Но это определенное неудобство, чисто на мой взгляд. Конечно, хотелось бы просто достать лезвие из пачки, снять стоковые лезвия, подставить, установить и вообще об этом забыть. Но со стаканом Bauer так не всегда получается. Но с обычными железками проблем у вас не будет. Еще из минусов хочу отметить именно в этом механизме тот факт, то, что он, бывает, заедает. Учитывая, что механизм предполагается к эксплуатации все-таки в таких, скажем так, чистых условиях, то есть туда не должна попадать пыль, грязь, но это невозможно, потому что вы все равно ходите там в коньках. Если вы, допустим, играете на открытой площадке, там, песок, какая-то пыль, он туда попадает. И когда вы загоняете лезвие, натяг может стать существенно сильнее. Лезвие вы просто так из стакана не вытащите. Я, допустим, с некоторыми людьми обсуждал такие примеры. Взрослые мужики втроем лезвие из стакана вытаскивали, и механизм, бывало, от этого ломался. В этом механизме это комбинация просто пластинок различных пружин, которые позволяют действительно возвратным движение лезвия сделать, когда вы его хотите снять там или установить. Поэтому нужно следить за чистотой этого стакана, и нужно следить, что в стакан лишнего ничего не попадало. Иначе приключения с установкой лезвий, ну, скажем так, будут довольно интересными. Давайте резюмируем по этому стакану. Плюсы. Это курковый быстросъемный механизм. Если у вас обычные лезвия, которые к этому стакану по толщине полностью подходят, все будет прекрасно, все будет быстро и без лишних инструментов. Второй большой плюс. Огромный арсенал лезвий, которые на этот стакан подходят от самых дешевых до самых дорогих. Есть во всем магазинах, во всех доставках. Поэтому в плане универсальности этот стакан, конечно, номер один на рынке среди всех стаканов. Минусы. Если лезвие чуток нестандартное, вам придется применить знания физики, вам придется применить какой-нибудь инструмент, в данном случае пассатижи, ну, и вам придется немножко помучиться. Ну, и учитывая то, что здесь есть комбинация пружин, различных пластинок, это все-таки сложный механизм. Он, скажем так, небезотказный. То есть, если вы будете применять там излишнее количество силы, если вы будете под каким-нибудь неправильным углом загонять лезвие, этот механизм можно сломать. По хрупкости или прочности стакана, опять же, сказать ничего не могу. Видел людей, у которых стаканы эти трескались. Видел людей, как я, у которых они за много-много лет не трескались. Поэтому здесь, мне кажется, все-таки дело случая. Поэтому плюсы-минусы здесь примерно такие. Второй стакан, о котором я расскажу, это стакан True. В данном случае это стакан Shift Max. Есть стакан Shift, это прошлое поколение, но там все тоже не очень просто, потому что стакан Shift вышел, на мой взгляд, немного косячным. В чем это заключалось? Стакан первого поколения от True был довольно мягким по пластику. И многие на это жаловались, потому что его чуть ли не пальцами продавливали. Соответственно, если он был мягким, он не был прочным. И у многих людей он сломался. И второй косяк. Здесь тоже присутствует быстросъемный механизм, но лезвие не фиксировалось надежным способом в стакане. И по прошествии определенного количества времени лезвие не зафиксированное, начинало в стакане елозить взад-вперед. Ну и, соответственно, кататься в таких коньках было нельзя. True подумали, True выдали свое решение. Они выпустили стакан Shift Max, который у меня уже немножко подтерся за полтора месяца эксплуатации. Но, тем не менее, ладно, этого я не боюсь. Хрен с ним, с этими надписями. Я их не читаю, в конце концов. Что они сделали? Они оставили быстросъемный механизм, положили в комплект такую отверточку. Но об этом, кстати, еще конкретнее расскажу во второй части обзора на эти коньки. Я его как бы делаю, ну, как бы вроде и не тороплюсь. Поэтому пока эксплуатирую, пока мне все нравится, ничего плохого сказать не могу. Итак, о быстросъемном механизме. Отверточка вставляется в паз, который специально для этого дела и сделан. Такая синяя конструкция. По сути, тот же самый курок. Просто отжимается не пальцем, а отжимается отверткой. Мы натягиваем это дело на себя. То есть, в открытое положение приводим стакан. Ну и, по сути, тоже вытаскиваем это лезвие. Я не могу сказать, что оно там прям легко вытаскивается. Вот, то есть, опять я там применяю силы. Лучше применю пассатижи, потому что, ну, соскальзывает банально рука. И, ну, бывают различные неприятные штуки. Не хочется там порезаться и так далее. Применил пассатижи. В принципе, без проблем вытащил. Видим конструкцию лезвия. Они сюда добавили немножко посадочных выемок, которых не было в предыдущем поколении. Они добавили еще один пасс. По-моему, вот этот, если мне память не изменяет. Ну и в целом, лезвие стало надежно сидеть в стакане. Пожалуй, я пока жалоб об этом не слышал. Поэтому, ну, более-менее все нормально. Резюмируем. Курковый механизм. Все то же самое, что в Бауэре я говорил. Опять же, все будет актуально для этого стакана. То есть, нельзя ничем забивать этот механизм. Все равно придется, наверное, применять какой-то дополнительный инструмент. Хотя здесь в лезвии есть такая небольшая выборка. Сейчас я покажу, где она. Я ее уже потерял из виду. Здесь все то же самое. Снял я лезвие. Встанавливается обратно оно точно так же. Фиксируем носочную часть. Просовываем заднюю часть. И вот этот вот длинный шип. Он упирается в этот механизм. И отщелкивает курок обратно. То есть, логика механизма точно такая же, как у Бауэра. Я просто загоняю это лезвие обратно. Слышим характерный щелчок. Все, все стоит на месте. Но я, допустим, немножко отверткой подтягиваю этот паз. Потому что, ну мало ли что. Вот я додавил. Вот он встал полностью на место. Это значит, что лезвие я установил. В лезвии есть небольшая выборка. Вы видите вот это отверстие. Это как раз для удобного съема. Отверткой сюда не подберешься. Грубо говоря, наверное, производитель думает, что это можно ногтями сделать. Но тут остренько. В общем, мне кажется, что лишний какой-то инструмент нужен. Если у вас руки там не влажные, не скользят, то можно, наверное, снять и рукой. Плюсы-минусы, как я уже и сказал, для этого механизма те же самые. Быстросъем. Быстросъем с помощью курка. То есть, по сути, инструмент как бы не нужен. Но как бы они положили эту отвертку. То есть, инструмент мы все равно применяем. Я видел людей и слышал о людях, которые шнурок просовывают. И шнурком оттягивают этот курок. В принципе, тоже удобно. В данном случае, получается, механизм будет и не нужен. Минусы стакана, нового стакана, подчеркну. Опять же, Shift Max от True. Это то, что механизм курковый может быть капризным. Грубо говоря, опять же, где-то сильно пережали. Не под тем углом что-то засунули. Можно нарушить центровку этого механизма. Он слетит и лезвие надежно сидеть не будет. Я пока такого не видел. Но как бы мало ли что может быть. Второй, на мой взгляд, большой минус, это маленький арсенал лезвий, который на этот стакан подходит. Это, собственно, лезвие Shift от True. Различных видов, различных покрытий. Я недавно узнал, что компания Blade Tech делает лезвие. Но они, опять же, стоят дорого. Их надо везти в магазине, их не купишь. Ну и, по сути, все. Пока лезвие для True никто не делал. Кроме True и, как я сказал, вот Blade Tech. Все. Лезвия от первого поколения стакана Shift подойдут к Shift Max. Наоборот, совместимости, естественно, нет. Потому что здесь есть лишний шип. И он в старый стакан не зайдет, потому что нет паза. Еще отмечу насчет стаканов True. Это такая прям особенность стакана. True не делят стаканы на левый и правый. Если вы сталкивались с покупкой стаканов на Авито, вы всегда спрашиваете. Мне нужен стакан такого-то размера, там, левый или правый. У True стаканы универсальные. И, в принципе, они во все стороны равны, как пифагоровые штаны. Поэтому, если у вас сломался какой-то стакан True, можно просто купить любой стакан True. И он подойдет точно так же, как в литое, что на левый, что на правый ботинок. Вот это, на мой взгляд, прикольно. Но, учитывая, что если вы захотите на True загнать стаканы другой фирмы, вам придется рассверливать отверстия. Потому что, допустим, Bauer и CCM, если перекидывать стаканы друг на друга, они по отверстиям подойдут. Сюда стакан Tuk, допустим, по отверстиям не подойдет. Придется рассверливать. Но это уже совсем, как говорится, другая история. Поэтому стакан Shift, это стакан со своими косячками, со своими приколами. Но, в принципе, он отвечает всем современным требованиям. Ничего плохого про него я сказать не могу. Поэтому пока эксплуатирую. Все прекрасно. Ну, катаемся дальше. Последний стакан, который я сегодня покажу, это стакан Mars Blade. На мой взгляд, самый удобный механизм, потому что берем отверточку. Это, пожалуй, единственный его большой минус, то, что нужен лишний инструмент. Ставим отвертку в паз, открываем паз и достаем лезвие. То есть никаких усилий не требуется. Просто мы взяли отвертку, вставили, открыли паз, достали лезвие. Здесь нет никаких пружин, которые влияют на фиксацию лезвия в стакане. Поэтому никаких проблем именно с тем, чтобы запихнуть, там где-то поджать у вас не будет. Обратно все то же самое. Поставили, лезвие полностью стоит в стакане. Закрыли паз, можно кататься. То есть вот самый быстрый, на мой взгляд, механизм, это механизм Mars Blade. Поэтому, если у вас есть такое решение насчет быстросъема, то, что вам это нужно действительно очень быстро, там вы, допустим, профи, по 10 железок за период меняете, здесь это сделать, ну, на мой взгляд, максимально просто, без посторонней помощи. Здесь есть, опять же, свои минусы. Минус состоит в том, что лезвие только от компании Mars Blade. В России их уже, конечно, не купить. Ну, можно, наверное, как-то достать, но все равно придется заниматься геморроем, извините. Второй минус. Крепление, на мой взгляд, в Mars Blade не особо надежное. Пара моих знакомых, которые покупали стаканы Mars Blade, сталкивались с тем, что пружина, которая отвечает за этот механизм, вообще вылетает из стакана. То есть, надо снимать стакан с ботинка, ставить пружину обратно. Ну, и, по-моему, это тупо. Ну, действительно. Зачем это делать? Вообще, зачем? Почему пружина оттуда вылетает? Я, допустим, понять не могу. Учитывая, что Mars Blade стоит дорого, это косяк. Это, кстати, второе поколение стакана. Стаканы E2 или I2. В NHL на них уже катаются. Шведы их поддерживают. Поэтому, ну, в принципе, те же самые профессиональные стаканы, почему бы и нет. Но, про косяк я сказал. Нет лезвий. Не очень надежный механизм. Но, на мой взгляд, самый удобный быстросъем. К покреплениям стакан подходит полностью на те же отверстия, что стаканы Bauer, что стаканы CCM. Поэтому универсальная штука. Можно купить, поставить, попробовать. Последние стаканы. У меня на руках их нет. Это стаканы от компании CCM. Называются они SBXS. Это последнее поколение стаканов. Было SB4.0. Там крепление производилось с помощью зажимных болтов, которые расшатываются. Ну, и поэтому ничего не буду рассказывать. Это тоже прошлый век, скажем, как стаканы под болт от компании Bauer. В стаканах SBXS применяется другая технология. И она многим нравится. То есть, там инструмент точно никакой не нужен. Там существует зажимное колесико. Там существуют пазы. Существуют шипы на лезвиях. Мы ставим лезвие в стакан. Крутим колесико. И мы понимаем, когда лезвие в стакане уже зажато. Очень удобно. Здесь ничего не могу сказать. То, что никакой лишний инструмент не нужен. Ничего не нужно затягивать, подтягивать, вталкивать. Я имею в виду. То есть, натяга там никакого нет. Фиксируем это колесиком, и все здорово. И еще один большой плюс. То, что под эти стаканы тоже многие производители делают лезвие. Они вполне универсальные. Можно купить степ. Можно купить российских производителей. Можно купить родные лезвия CCM. Там, которые крашеные, дурацкие. Не суть. Выбирайте что угодно по кошельку. И это можно все поставить. И все будет здорово. Самый большой минус заключается в самом большом плюсе. То есть, в этом же колесике. Я сам не катался на этих стаканах. Длительно их не эксплуатировал. Но, учитывая, что если у вас большой вес и довольно агрессивное катание, фиксация лезвия в стакане может нарушаться. Потому что колесико это расшатывается. Лезвие начинает гулять туда-сюда. После буквально одного-двух льдов колесико нужно снова подтягивать, чтобы лезвие четко стояло в стакане. То есть, главная проблема всех механизмов, которые я сегодня перечислил, это ненадежность. Со временем они становятся ненадежными. Но, на мой взгляд, я эксплуатировал долго стаканы от Bauer. У меня с ним проблем вообще никаких не было. У вас может и не быть проблемы со стаканами True, и со стаканами Bauer, и со стаканами CCM. Но, как говорится, могут и быть. Предупрежден, значит вооружен. Поэтому, если вы заметили на своих стаканах какие-то проблемы, которые я сегодня перечислил, бегите или в мастерскую, или пытайтесь решить их сами. Потому что дальнейшая эксплуатация стаканов при таких проблемах может привести к травмам. И это нужно четко понимать. Я не буду говорить, какие конкретно стаканы лучше для себя выбрать. Я назвал сегодня кратенько плюсы и минусы каждого из брендов, каждого из стаканов. Поэтому каждый выбирает для себя сам. Я не сомневаюсь, что у каждого уже выработалась какая-то стратегия. Кому-то вообще пофиг, как я уже и сказал, на эти стаканы. Я раньше стремился всегда ставить стаканы Tug от Bauer. Сейчас я купил коньки True, катаясь в стаканах True, и мне в общем ничего не мешает, все здорово. Скажем так, по катанию, по другим характеристикам стаканы, наверное, сравнивать не совсем корректно, потому что к любым стаканам привыкаешь. Я могу сказать, что я катался на всем, кроме CCM. У CCM, говорят, разница стоек чуть-чуть поменьше. Соответственно, там нет такого агрессивного наклона, и катаешься в них по-другому, соответственно, и привыкаешь по-другому. Я пересаживался со стаканов Life Speed Edge на стаканы Shift Max от True. Привыкания у меня не было никакого. Поэтому, если говорить, что лучше именно по катанию, ответ красноречивый и лаконичный – ничего. К каждому стакану можно привыкнуть. Это дело двух, трех, четырех льдов, и все будет прекрасно. По технике я тоже все рассказал, поэтому главное, что я хочу посоветовать – это делайте выбор правильно, и постарайтесь вовремя замечать сбои в механизмах, которые, несомненно, могут возникать. И, конечно, если вы их не устраните, это может просто привести к травме в худшем случае. В лучшем случае над вами просто поржут партнеры, когда у вас лезвие вылетит из стакана. Поэтому лучше пусть будет так, а лучше пусть вообще все будет прекрасно, и все стаканы будут служить вам верой и правдой в весь срок, что вы будете эксплуатировать свои коньки. Вот таким вышел обзор. Ставьте лайки этому видео, конечно, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, подписывайтесь на обновления. Будут оповещения о новых видео. Оповещаю я о новых видео и в своем канале в Телеграме, на которые тоже можно и нужно, наверное, подписаться. Главное – без травмы. Главное – я вам пожелаю играть в хоккей, для того, чтобы перечеркнуть все негативные события, которые происходят вокруг. Время тяжелое, и я думаю, то, что и час 15, и час 30, что вы находитесь на катке, помогает максимально забыть обо всем, что давлеет над нами все последние дни. Поэтому удачи и всем пока!